Уважаемые коллеги, я логопед отделения опухолей головы и шеи Томского НИИ онкологии, Томского научно-исследовательского медицинского центра. За последние десятилетия отмечается увеличение заболеваемости злокачественными новообразованиями головы и шеи. Больные, мы все об этом знаем, до 70% больных данными патологиями обращаются на специализированное лечение с местно распространенными процессами, когда им показано комбинированное лечение с хирургическим компонентом. Хирургическое лечение опухолей головы и шеи неизбежно приводит к нарушению таких жизненно важных функций, как дыхательная, речевая, голосовая, акт выживания и глотания пищи. Восстановление нарушенных функций в результате хирургического лечения является основной задачей в послеоперационном периоде и имеет определяющее значение в плане качества жизни онкологического больного. В нашем отделении это 4 большие группы пациентов, больные после ларинтомии, больные после органосохраняющих операций и больные с порезными параличами гортани, у них происходит нарушение голосовой функции. У пациентов с диагнозом рак полости рта и ротоглотки нарушение речевой функции. Встречаются и сочетанные патологии, это бывает нечасто, но таким больным мы тоже помогаем, применяем несколько методик для этих пациентов. После полного удаления гортани происходит нарушение дыхательной и голосовой функции. Верхние дыхательные пути укорачиваются, и трахея подшивается на переднюю поверхность шеи. Пациент после таких операций говорит малопонятной шепотной речью или с помощью письма. У них отсутствует ротовое и носовое дыхание, и как следствие у них отсутствует функциональная основа для нормального голосообразования. Восстановить голосовую функцию таких пациентов возможно на сегодняшний день четырьмя методами. Это логопедический метод формирования пищеводного голоса, субтотальная ларинтомия с формированием трахеоглоточного шунта, трахеопищеводное шунтирование с установкой голосового протеза и использование голосовых аппаратов. В нашем отделении все эти методы применяются еще до начала комбинированного лечения, при установке диагноза и запланировании хирургического лечения в объеме ларинтомии. Мы с пациентами беседуем с этими больными, объясняем им, каким образом можно восстановить голосовую функцию. Основным методом восстановления голосовой функции в нашем отделении приоритетным методом является все-таки логопедический метод, предусматривающий формирование пищеводного голоса. Мы работаем по своим методикам. Это методика с применением биологической обратной связи. Это наша разработка, которая позволяет пациентам в более короткие сроки сформировать пищеводный голос, благодаря тому, что они имеют возможность контролировать такие параметры пищеводного голоса, как частота основного тона и длительность фонации. Занятия мы проводим 3-5 раз в день с логопедом, и каждый час пациенты занимаются самостоятельно. Это достаточно большой труд со стороны логопеда и пациента. Я не буду останавливаться конкретно на данной методике, я только хочу показать вам на данной виде, как говорит пациент. 6 лет после операции, 5 лет я уже работаю. Следующий метод, который применяется у нас с 2012 года, наши хирурги делают такую замечательную операцию в объеме субтотальной ларинтомии, формирование трахеоглудочного шунта. Эта операция предусматривает практически полное удаление гортани, остается только на интактной стороне гортани, остается черпалонодгортанный хряч. Хирург формирует из слизистой трахеопищеводный шунт. В послеоперационном периоде эти пациенты дышат через пехиостерическое отверстие, у них также отсутствует ртовое и носовое дыхание. Мы берем этих пациентов не ранее, чем через 3 недели после хирургического лечения. Занятия проводятся 3-5 раз с логопедом, и 3-4 раза пациенты занимаются самостоятельно. Я бы хотела, чтобы следующий слайд выключили, и вы послушали, как говорят эти пациенты. Мне очень нравится заниматься этими больными, так как голос получается очень хороший, эмоционально окрашенный, хорошо модулированный. Я скажу, что еще два метода используются у нас в отделении. Это трахеопищеводные шунтируемые с установкой голосового протеза, и с этими пациентами мы тоже занимаемся. Тогда, когда нам доктора их предлагают, значит, это одно-два занятия, и голос у них восстановлен. Хочу сказать, что мы никогда не берем пациентов самостоятельно. Только тогда, когда хирург нам об этом говорит, мы совместно с хирургом всегда обсуждаем вопрос о начале головоконавительной терапии, и если необходимо, мы подключаем терапевтов и психотерапевтов для работы с этим пациентом. Следующая большая группа, я не буду ждать презентацию, расскажу, что следующая большая группа – это пациенты после органно-сохраняющих операции гортани. В основном, в 90% случаев, это больные с передней боковой резекцией гортани, когда удаляется одна половина гортани, передняя ее часть, и остается только две третих или одна вторая голосовой складки на пинтактной стороне гортани. Наша задача в послеоперационном периоде с помощью нашей методики тоже с применением биологической обратной связи санкнуть оставшуюся часть голосовой складки с рульцовой тканью или с протезом, который замещает эту часть гортани. Следующая большая группа пациентов – это пациенты после хирургического… это пациенты с паразмами и параличами гортани. Эти пациенты у нас в основном после операции для щитовидной железы, после операционного периода возникли… произошла… во время операции или еще до операционного периода не произошла травматизация в основном. Этих пациентов мы берем на 8 и 10 сутки после хирургического лечения. На 8 и 10 сутки после хирургического лечения. Значит, если, как правило, это односторонние паразмы параличи гортани, если это паралич гортани, то восстановление голосовой функции у нас происходит за счет компенсации здорового таларина гортани. Если это пара с гортаник, то мы активизируем и стараемся раздвигать голосовую складку поврежденных. И за счет смыкания голосовых складок достигаем восстанавливаемую голосовую функцию. Следующая. Большая группа пациентов это пациенты после органно-сохраняющих операций гортани, это те пациенты, которым после... Вот во время... Это пациенты с диагнозом рак полости рта и ротоводки. Во время хирургического лечения у этих пациентов удаляются довольно большие объемы тканей. И в результате нарушение речевой функции они проявляются не только в нарушении звукопроизношения, но и в нарушении тонирования, в нарушении темпа и модуляции речи, в нарушении актов латания и жевания пищи. Таких пациентов мы тоже берем... Так, давайте... Включите видео, пожалуйста. Был пропиливан в конце апреля, до октября не разговаривал, потому что был пациент. 13-го начал заниматься логопедом и 14-го начал разговаривать. Причем свободно, нормально. Это пациент после субтотальной ларитомии и формирования трахеоглодочного шунта. Наши хирурги замечательно делают эту операцию. Мне очень нравится работать именно с этими пациентами. Это пациент с протезом после ларитомии, трахеопищеводное шунтирование с установкой голосового протеза. Это пациенты у нас с электрогортанями. Это пациенты, о которых я говорила после резекции гортани, после переднебоковых резекций гортани. Эффективность восстановления речи у нас до 91%, сроки 14-28 дней. При порезах и параличах гортани эффективность тоже около 90%, сроки восстановления от 2 недель до 8 недель. И вот эти пациенты с нарушением речевой функции, те, у которых диагноз рак полости рта или ротоглотки, вот происходит у них нарушение речевой функции, пациентов этих мы берем на 8-10 день после снятия швов и удаление носа пищеводного зонда у тех пациентов, у которых занятия проводятся только индивидуально перед большим зеркалом. Первая наша задача – это раздвигать мимическую мускулатуру и культу языка, скоординировать их движения, и после этого мы приступаем к коррекции звукопроизношения. И вот еще один пациент, который был прооперирован у нас в 2016 году, пожалуйста, тоже видео включите. Ну, таким образом, у больных опухолем головы и шеи после хирургического лечения необходимо проведение реабилитационных мероприятий для восстановления нарушенных голосовой и речевой функции. Восстановительную терапию по возможности нужно начинать в раннем послеоперационном периоде для предупреждения патологического голосоведения и речепроизводства. Внедрение новых технологий на стыке смежных дисциплин с привлечением различных специалистов, с привлечением новых технических возможностей, дает возможность достичь более высоких функциональных результатов и сократить сроки речевой реабилитации. Все. Благодарю вас за внимание. Спасибо.